Сегодня день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. Вся страна вспоминает павших в кровопролитной войне, всех, кто не дожил до победы. В Косомольском сквере города Конакова состоялся траурный митинг, на котором почтили память погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших от голода в тылу. Минута молчания, песни военных лет. Действительно, сегодня грустная дата – день начала войны. Ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная. Война страшная, жестокая. Об этом помнят свидетели тех лет, которых с каждым годом становится все меньше. Война, которая шла почти четыре с лишним года, принесла большие утраты страдания для всего человечества и прогрессивного народа. В этих дней, наверное, и тяжесть, и гордость не смогли в веках. Мы не можем и забыть, и разделить Великую Отечественную войну, которая оставила память каждой семье. Для каждого, кто пришел на вахту памяти, в Комсомольский сквер свое 22 июня. Для кого-то это память, дань уважения тем, кого уже нет, на чьей крови строилась Великая Победа. Для кого-то это голос Левитана или фраза из песни, от которой трудно сдерживать слезы. Вставай, страна огромная. Но для всех присутствующих этот день – общее огромное горе, которое настигло все семьи нашей страны. Поистине страшная война, когда Германия нарушила пакт о ненападении и барварским образом напали на нашу страну. Но, как вот сказал Великий Левитан, что враг будет разбит, победа будет за нами, правое дело победит. В каждой семье есть тот, кто не вернулся с полей этой войны. Но они с нами. Они рядом с нами. Они в бессмертном полку. И смотрят со своих фотографий, что делаем мы с вами, чтобы это не повторилось. Без сомнения, это очень важный день в нашей истории. В годы Великой Отечественной войны у многих погибли деды, бабушки, мамы и папы, сестры и братья родные. Почти 27 миллионов погибших за 1418 дней войны. Эти цифры знают даже школьники. Мы сегодня должны помнить и понимать, что та победа, которая произошла в 45-м году, была благодаря тому, что народ был един и силен. Он во время нападения объединился и с удвоенной, с утроенной, с удестеренной силой дал отпор врагу, что и позволило достичь победы. Синить тех людей, тех жизней, которые были унесены войной по имя того, чтобы мы жили под мирным миром. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел на этот митинг. Почтить память погибших за всю Великую Отечественную войну. Среди нас присутствует живая легенда Иван Андреевич Рулев. Это наш герой, городской герой. Мы все стремимся быть похожими на него, поступать, как он, делать, как он, думать, как он. Спасибо, Иван Андреевич. Я желаю всем здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Желаю, чтобы мы никогда не услышали слова о начале войны. Главное чувство в этот день – благодарность. Участники траурного митинга возложили цветы к мемориалу, где на плите высечены имена погибших героев. Один за другим люди, склонив голову, клали красные гвоздики к вечному огню. Страшно представить, а ведь для многих советских детей 22 июня 41 года закончилось детство. Поэтому на акции памяти так много школьников, чтобы они помнили, благодаря кому у них есть детство.